МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это День города в студии Максим Васильев. Здравствуйте. Главная тема дня. Ока Государева. Накануне 302-летия прокуратуры в надзорном ведомстве награждали лучших. Без родительской опеки, как детские обиды, довели до убийства матери. Зеркала, свечи, обручальные кольца. Кто и как гадает в святке. День российской печати в этом году пришелся на выходные, поэтому традиционное награждение региональных журналистов провели раньше, одновременно приурочив к празднику участвование победителей творческого конкурса «Хрустальный журабль». Среди лауреатов оказались и журналисты нашей телекомпании Кристина Бочкарева и Марина Романюк. Заявок в этом году было более тысячи, заявленных номинаций среди электронных и печатных СМИ 12, в 10 оказалось сразу два победителя. Лучшим в номинации «Мы разные, мы вместе» признан сюжет «Марины Романюк. История любви». В этой номинации лучшим среди электронных СМИ признан сюжет «История любви». Для награждения приглашается автор Марина Романюк, телекомпания «Город». На международной выставке-форуме «Россия» в Москве завтра день Рязанской области. Напомню, региональная экспозиция под названием «Рязань. Сердце России» открылась на ВДНХ 4 ноября. Она знакомит с достижениями Рязанской области и ее развитием, а также о достопримечательностях, интересных туристических местах. В оформлении рязанского стенда использованы современные технологии, проекционная комната, очки виртуальной реальности и NFC-метки. Также есть возможность совершить интерактивное путешествие на воздушном шаре по живописным местам Рязанского края. В День региона пройдут панельные сессии, гастрономическое представление блюд Рязанского края, культурная программа и концерт. Накануне Всероссийского дня прокуратуры, а его тоже отмечают 12 января, в ведомстве награждали особо отличившихся, а губернатор призвал совершенствовать диалог с жителями. Марина Романюк продолжит. День работника прокуратуры Российской Федерации отмечается ежегодно, начиная с 1996 года. Этот профессиональный праздник установлен указом президента, учитывая роль органов прокуратуры в укреплении законности в государстве. Работа прокурора – нелегкий труд. Выполняя поставленные задачи, мы зачастую не считаемся с личным временем и интересами. Каждый сотрудник своим трудом вносит вклад в работу целого коллектива. Прокурор – это не просто профессия, это образ жизни, требующий высокой самоотдачи, постоянного повышения мастерства, беззаветного служения закону. Прошедший год в очередной раз подтвердил высокую трудоспособность и верность служебному долгу коллектива прокуратуры области. Сегодня, как и прежде, главное в работе прокуратуры – это ее правозащитная функция. Самыми важными были и остаются надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, защита законных интересов государства. Работы много, отстаивание прав граждан, бизнес, борьба с коррупцией, с преступлениями экономической направленности. Мы знаем, что если им не противостоять, то будет огромный ущерб. Вот я год назад здесь был, в этом же зале, говорил уже об этом. Повторю еще раз, я сделаю все, чтобы регион развивался. И одна из важнейших составляющих в этом, во всей передачей работе – это эффективные расходования бюджетных средств. Такие вроде банальные слова, но за ними стоит очень много работы. Я уверен, что вот здесь мы с вами будем видеться совместно. Мы также совместно работаем над совершенствованием законодательства, нормативно-правой базы. Еще выносите очень серьезный вклад в укрепление диалога с жителями. Губернатор подчеркнул, что служба прокуроров непроста. Охватывает самые разные сферы жизни. А также в своей поздравительной речи акцентировал внимание на том, что в 2024, объявленном годом семьи, особенное внимание стоит уделить именно этой сфере. Убийство родственников, пусть и бытовое, это всегда большая социальная трагедия. Рязанским межрайонным следственным комитетом окончено расследование уголовного дела по статье 111 части 4. Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего. Однако при ближайшем рассмотрении оказалось, что у преступления есть большая предыстория. Уголовное дело, о котором рассказали следователи, по сути, ничем не отличается от остальных бытовых трагедий. Напился, убил, получил срок. Однако, если копнуть глубже, то драма вырисовывается не хуже, чем в отечественном сериале. Жила в рыбном семья. Мать, отец и сын. Как водится, злоупотребляли алкоголем. Сын рос без родительского внимания. Тем не менее, даже в армии отслужил. И пошел уже по протаренной дорожке. Стал выпивать за общим столом. После периодически поколачивал родителей. Из-за трудного детства, из-за того, что до сих пор злоупотребляют, точки кипения история достигла в августе. На фоне злоупотребления спиртными напитками, сын погибший начал предъявлять претензии к своей матери по поводу употребления ее алкоголя. На его замечания последнее отвечать не стало. В результате чего сын нанес своей матери ряд телесных повреждений, от которых та последствия скончалась. На допросе 29-летний парень историю своей жизни и рассказал. Дескать, детство было тяжелое, родители постоянно пили, даже из дома его выставляли, чтобы не мешал. Говорят, история парня смогла тронуть за душу даже опытного следователя. Тем не менее, юноши избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. И уже в СИЗО поведение его резко изменилось. Он сумел настроить против себя всех. 10 января приговором Рыбновского районного суда наш фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренным в части 4 ст. 111. Им назначено наказание в виде длительного лишения свободы. Длительное – это 9 лет по всей строгости. И, судя по всему, явно не общего режима. В областном научно-методическом центре народного творчества прошел концерт, который подготовили для родных и близких юные воспитанники воскресной школы Храма Вознесения Господня. Ребята пели песни, читали стихи, исполняли музыкальные композиции, участвовали в рождественской сценке, играли в игры. Песни и стихи, свою радость и хвалу Господу дети выражают через творчество. Праздничный концерт в храме Вознесенского храма стал уже традицией. Проходит он по большим праздникам – в Пасху, на Крещение и в День Преображения Господня. Свет Рождества проникает в каждую душу сегодня. Свет Рождества дарит нам надежду, надежду на то, что мир станет лучше, на то, что Господь, придя в этот мир, изменил его и подарил нам частичку своего тепла, своей любви, для того, чтобы мы ощутили присутствие Божие в нашей жизни и стремились к Богу, посвятили свою жизнь Богу, чтобы неразлучными быть и в вечной жизни. И вот этим настроением мы сегодня делимся друг с другом. Каждая постановка уникальна, готовится к ней заранее. Например, эти сценки ребята репетировали около месяца. Здесь воспитанники воскресной школы храма Вознесения Господня, ученики музыкальной студии и дети, посещающие кружок мастер-классница. В концерте приняли участие и ребята из молодежного православного общества «Наследник» при храме Сретения Господня. Ребята поставили рождественскую историю. Со сцены они рассказывают о том, как собирались на востоке волхвы, как они спешили к младенцу Иисусу, как приносили ему свои дары. Сложно нам понять пути Божии, но вот сегодня эта тайна для нас приоткрывается. Бог становится человеком, чтобы человека возвести к себе, возвести до Бога, привести его к Богоподобию. В своем поздравлении протеерей Арсений Вилков отметил, что один из самых радостных праздников для верующих – это Рождество Спасителя. Он знаменует начало особого пути, которое во всем величии явит себя уже на следующее торжество – Пасху, Христово Воскресенье. К этому празднику ребята, кстати, скоро начнут подготовку. Будут писать сценарий, делать костюмы. Однако в период между Рождеством и Пасхой православные стараются помогать нуждающимся и делать добрые дела. Период святок с 6 по 19 января издавна считался самым таинственным и подходящим временем для гаданий. И сегодня люди не упускают возможность при помощи различных обрядов узнать свою дальнейшую судьбу. Кристина Бочкарева тоже считает, что все предсказанное в этот период сбывается. Ну что, чье кольцо? Опять это кольцо попалось. Тому вот у нас будет счастье и достаток. Кому поем с добром, вот как раз это считается, что будет самый хороший год. На суженого, на судьбу, на роковые события года. Гадания на святки всегда были особой рождественской традицией на Руси. Причем среди вполне себе безобидных обрядов были и те, что связывают мир живых с миром потусторонним. Проводником между двумя измерениями обычно служат зеркала, рассказывает сотрудница Рязанского областного научно-методического центра народного творчества Анна Щетинина. В пустой комнате, никого не должно быть, ставится зеркало, от зеркала с двух сторон ставятся свечки, зажигаются, то есть такой тоннель получается в зеркале. И ты туда пристально смотришь долгое время, и в этом зеркале должен тебе привидеться твой суженый ряженый. Ну вот некоторые бабушки рассказывают в экспедициях то, что да, там вот одна нам рассказывала, что вот он там вот прошел, говорит, вот он идет хромой, в шинели, лица не видно. Конечно, для тех, кто не сторонник острых ощущений, есть и гадания попроще, например, на тенях. Для этого из куска газеты или бумаги нужно сделать комок и в темноте поджечь его. Хорошее воображение станет помощником в таком гадании. Ведь именно то, что привидится гадающему, то и грядет в текущем году. Наверное, сейчас самое распространенное, да, это гадание на свечах, оно что раньше было, что сейчас есть. Это когда ты в блюдце, ну там в какую-то плошку наливаешь воду, берешь свечку, думаешь в этот момент о том, что, о чем ты хочешь спросить. Свечка там определенное время прогорела, ты ее переворачиваешь, и вот этот вот воск, там ровно ее держишь, и воск в воде образовывает какую-то фигуру. А еще в период святок узнать имя суженого можно, выйдя на улицу затемно и спросить его у первого встречного. Гадать можно все святки, вплоть до крещения, 19 января. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.gorod62.tv, на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин